В новый сезон Белтелерадиокомпания вошла с новым телеканалом, первый информационный начал вещание. Для новостников большой праздник и звездный час такого канала, когда происходят яркие общественно-политические события. Тогда можно из эфирной студии не выходить часами. Развлекательный контент Белтелерадиокомпании все-таки держит свое лидерство. Некоторые наши проекты одновременно смотрят по миллиону-полтора человек. Одновременно, в течение, например, часа. Вы согласны, что войны и выборы сегодня выигрываются в интернете? Нет, войны выигрываются на поле боя. Я в этом уверен. А с нами они не то хотели сделать? Вы смотрели интервью господина Зиньковича, гражданина США? Однополярный мир рушится. В Литве, запрещая колыханку, Сейм по культуре комментировал свое решение желанием противостоять мягкой силе. А мы же их троллим все время, им письма шлем. Прокомментируйте, пожалуйста, как вы к этому относитесь, молчат все. Ту Беларусь, которую мы имеем сейчас, нужно сохранить. Здравствуйте. Вы смотрите программу «Скажи, не молчи» в студии Виктория Попова и Татьяна Щербина. И сегодня наш гость, председатель Белтеля радиокомпании Иван Эйсман. Добрый день, Иван Михайлович. Здравствуйте, дорогие коллеги. Долго вас ждали в нашей студии. Чем долго? Год. Спасибо большое, что пришли. От каких дел мы вас отвлекли? Успели ли вы в отпуск сходить? Ну, я был в этом году в отпуске. Как всегда, отпуск накапливается. Я когда работал в агентстве новостей, однажды кадровые сотрудники не выдержали, просто заставили мне уйти в отпуск, потому что у меня накопилось, по-моему, дней 120 за годы работы отпуска, в которые я не ходил. И пришлось потихонечку его, как говорится, выбирать, потому что уйдешь на дней 10, на 2 недельки быстро на работу. Ну, ладно, схожу в конце года. В конце года обязательно что-нибудь найдется. И вот таким вот образом сейчас очень похожая ситуация. Хотя в отпуск нужно ходить всем, и руководителями, и не руководителям. Нужно отдыхать. Ну, в новый сезон Белотеррадиокомпания вошла с новым телеканалом. Первый информационный начал вещание с 17 сентября. Давайте посмотрим промо-ролик. Впервые в истории Беларуси. Первый информационный телеканал. Новый игрок на медиаполе. Уникальная сетка вещания. Новости каждый час. Эфир 24 на 7. Самая оперативная информация. Прямые включения. Комментарии экспертов. Актуальная аналитика. Авторская журналистика. Более 50 проектов. От политики и науки до культуры и спорта. Широкий охват. Общедоступный пакет. Пятая кнопка. Нас увидит вся страна. А вас узнают первым. Ожидание и реальность. Совпали ли они для вас в данном случае? Интересное слово. Есть уникальное, за которое некоторые цепляются. Нужно понимать, что уникальное не в том смысле, что этой сетке вещаний нет аналога в мире. Это первый информационный канал белорусский. И в этом плане сетка вещаний уникальна по сравнению с другими каналами, которые насыщены иногда выпусками новостей. Не все каналы. Как правило, телевизионными фильмами или сериалами и тематическими программами. Здесь же этого нет. Уникальна тем, что каждый час в эфире выпуски новостей отсутствуют телевизионные сериалы и художественные фильмы. И в этом плане она уникальна. Мы не собирались здесь сказать о том, что у этого канала будет сетка такая, которой нет нигде в мире. Конечно же, не так. Это типичный новостной канал. Хотя, конечно же, со своими особенностями. Сколько бы ты ни готовился, сколько бы ты ни планировал, ни составлял сетку вещаний, ни отсматривал передачи, которые готовы к запуску в первый день или во второй день. Конечно, мы все понимали, что настоящую реальную картину того, что получилось, мы увидим только, прожив с этим каналом недельку, две, три, а то и больше. Потому что некоторые задумки, которые у нас есть, до сих пор еще не вышли в эфир, они готовятся к эфиру. И в целом, то, что планировалось, то мы и увидели. Мы очень внимательно наблюдаем за нашим каналом. И сразу видно, где какие-то вещи могут немножко проседать, а где, наоборот, выглядит все достаточно динамично. И это только костяк. Это только скелет. И канал будет все время обрастать мясом и в техническом плане, и в плане наполнения контентом. Ну, в техническом банальные вещи. Вы увидите уже в ближайшее время. Проще говоря, есть определенные позиции по технике, которые добавят динамики в кадре, которые просто еще до сих пор не смонтированы. Идут поставки какие-то. И в этом плане канал будет меняться, что касается технического оснащения. Что касается наполнения, ну, типичный канал. Я сказал, что выпуски новостей первые каждый час с ведущим в кадре. Вторая форма — это новости в виде дайджеста, потому что одна из задач — расширить список тем, которые попадают в выпуски новостей. Потому что новости на классическом общественно-политическом канале «Беларусь-1» имеют ограниченный хронометраж. И, естественно, многие события в стране и мире просто не имели шанса попасть в эти выпуски новостей. Этот канал сделан в том числе и для этого. Третье, конечно, у нас очень много экспертных мнений в большом количестве, что тоже очень важно, очень интересно. В самых разных форумах гости приходят в студию, мы записываем их при помощи интернета. Четвертое, что очень важно, у нас появилось пока еще немного, но очень важных прямых трансляций, в частности, мероприятий с участием президента. Если вы видели, то мы на многих мероприятиях... Включение из Кремля тоже. Да, прямо оттуда включаемся. Мы работаем над тем, чтобы такие же включения мы получали из парламента, из обеих палат, из правительства и из других самых разных мест. Пресс-центров, МИДа и так далее. Этого тоже будет все больше и больше. Нам нужно просто немножко осмотреться. Следующий пункт, конечно, документалистика, общественно-политическая, в том числе историческая документалистика, которая выходит на этом канале. Ее тоже будет много. А дальше этого всего будет больше и больше. Я уже как-то говорил, что для новостников большой праздник и звездный час такого канала, когда происходят яркие общественно-политические события. Тогда можно из эфирной студии не выходить часами и во всех подробностях в прямом эфире рассказывать о том, что происходит в стране и в мире. Есть время раздышаться каналу, как вы говорите, чтобы нарастить мясо. Но я бы поспорила с теми, кто говорит, что это не уникальный канал. Все-таки мне понравилось определение одного из наших коллег, что он очень телегеничный. Все-таки он отличается от всех остальных картинкой, Иван Михайлович. Мы к этому очень фундаментально подошли вообще к процессу создания канала с нуля. Для нас это хороший опыт, и мы дальше его собираемся проецировать на модернизацию остальных каналов нашей компании. и радиостанций. Мы разработали бренд-бук при помощи наших партнеров. Мы подключили к этому больших специалистов, которые работают на белорусском рынке, которые занимаются разработкой и развитием брендов, в том числе страновых брендов. И мы, в общем-то, с нуля создали, начиная от одежды ведущих, от образов. С каждым ведущим работали стилисты, подбирали не только по цвету, но и по стилю, в зависимости от фигуры. Куртки, расположение от лица, одежду. Что касается промо-вещей, на выезд корреспондентам, куртки, байки и так далее. Третье, это графическое изображение, которое вы видите, тоже уникально разработано. Там нет ничего лишнего, и в эфире, в принципе, может не появиться ничего лишнего, как бы ни хотелось графическим дизайнерам, включив свое воображение, что-то добавить. Есть единые стандарты, шаблоны, в соответствии с которыми мы работаем. Это же касается и подачи новостей. Они более легкие. Мы не чураемся прочитать новости из телефона, из ноутбука. И если очень нужно будет, то вполне может войти редактор в кадр, положить ведущему текстовый вариант, если нужно выдать срочно в эфир и это. В общем, фундаментально с нуля подошли. Ну, в принципе, то, что я вижу, оценка довольно неплохая. По поводу выпусков новостей, вы говорите, строгий хронометраж на Беларусь-1, а на первом информационном стоят жесткие рамки или все зависит от насыщения? Нет, рамки должны быть, потому что в центральной аппаратной, из которой выдается эфир, люди, которые это делают, должны понимать, когда одна программа закончится, а вторая начнется, потому что в начале каждого часа подпирают новости в прямом эфире, в которые нужно выходить. И если новости первого часа перебирают хронометраж, а за ним должна была быть какая-то программа, то ее нужно снимать, пересчитывать, все ставить. Ну, это такие технологические вещи, вставлять что-то другое. И сетка, она вроде бы как существует, ее мы в программу отдаем, но новостной канал, если вы обратите внимание, поинтересуетесь, посмотрите на российские аналоги, западные, европейские, американские, конечно, они ее не всегда, мягко говоря, придерживаются, потому что, если надо, выпуски новостей будет длиться столько, сколько ему нужно. По поводу ответной реакции, как реагируют на новинку соотечественники, наши зрители, как реагируют наши заклятые оппоненты, медиа-сообщества, коллеги, что довольны в обратной связи? Что касается наших оппонентов, я вам честно скажу, что их мнение меня, простите за грубость, не особо интересует, вернее, совсем не интересует, потому что недавнее признание Майка Попео по поводу того, что в 2020 году, если вы видели, у них у Соединенных Штатов не получилось совершить попытку государственного переворота в Беларуси. А мы знаем, что медиаструктуры, как Перцов говорит, медиаподобные структуры, которые сейчас работают на Западе, ими финансируются, а значит, это одно целое. И их мнение меня абсолютно не интересует, потому что это люди, которые работают на тех людей, которые называют нас врагами и очень много делают для того, чтобы разрушить нашу страну, чтобы в эфир ничего не выходило, начиная от кибератак, заканчивая буллингом, санкциями, и так далее. Поэтому мне это неинтересно. Это пропаганда, махровая пропаганда, которая погубила эти бывшие средства массовой информации. Мне кажется, не верят уже даже их постоянные читатели, ну, кроме самых-самых заядлых. Мы на лжи их, наверное, миллионы раз уже ловили, поэтому здесь вот ответ мой будет такой. Что касается зрителей, нужно, конечно, у зрителей спрашивать. К счастью, мы когда-то, когда вот плеяда новых руководителей была назначена лет шесть назад, очень много сделали для того, чтобы в стране появилась серьезная современная система медиаизмерений, для того, чтобы мы, руководители компаний, для того, чтобы наши сотрудники, зритель, руководство страны видели реальную картину, правду. Не приукрашение, а правду. Что смотрят, сколько по времени смотрят, кто эти люди, в каких регионах. И поэтому здесь мы можем опираться только на данные измерений, которые есть, и на данные тех кабельных операторов, которые работают в нашем стране. К счастью, у нас в этом плане страна высокоразвитая. Все работают в цифре, и посчитать, в общем-то, не составляет никакого труда, сколько и где нас кто смотрит. И вот свежие данные мы получаем. По некоторым кабельным операторам я хочу сказать, что этот канал смотрит, он не занимает первое место по очевидным причинам, потому что новостные каналы никогда не являются лидерами эфира ни в одной стране. Но то, что его смотрят в разном объеме, в разные дни, миллионы белорусов, это правда, и эту информацию мы ежедневно получаем. Как правило, у таких каналов не очень длинные просмотры, и по несколько десятков минут человек должен включить новостной канал, посмотреть блок новостей, получить информацию, и если нужно ему идти в фильмы, смотреть тематические какие-то программы, в следующий раз опять включить, и опять там должны быть какие-то новости свежие. Так что я думаю, что мы получили то, что мы ожидали. Ну а что касается таких оценочных суждений, то это, конечно, не у меня нужно спрашивать. Я оценку этому каналу точно не буду давать. Я могу дать оценку только тем людям, которые вы запускали. И оценку самую высокую, потому что была проделана огромная работа. Это делало агентство Тильновостей, которое сейчас превратилось в первый информационный канал, получило свою кнопку в эфире. И нужно понимать, что эта структура готовит новости для трех телевизионных каналов. Для первого информационного, для «Беларусь-1», где, вы обратили внимание, ничего не исчезло из эфира. Канал в новостном плане продолжает работать в таком же объеме. И телеканала «НТВ Беларусь», где вместе с редакцией «НТВ» тоже делаются новости в студийные с ведущими. Это огромный объем работы. Кстати, новости на «НТВ Беларусь» многие недооценивают, как будто оно само собой разумеется. А между тем, учитывая рейтинги телеканала «НТВ Беларусь», это одни из самых смотрибельных новостей. Все как-то любят посмотреть на «Беларусь-1», о том, что там сказали. А мало кто знает, что это тоже Белтелерадиокомпания. Начнем с этого. Это делаем мы. Это делает первый информационный совместно с редакцией «НТВ Беларусь». Там довольно симпатичные, хорошие новости и крайне-крайне смотрибельные. Сейчас мы вступаем уже в новую электоральную кампанию. Чувствуете ли вы, что страсти в информационном поле накаляются? Слушайте, они у нас все время накаляются. 30 лет я уже наблюдаю за тем, что происходит в общественно-политической жизни нашей страны. Ничего не меняется. Это может быть для школьников, которые недавно выросли. Им кажется, что что-то экстраординарное в нашей стране происходит в этом плане. И вокруг нее на самом деле нет. Но, конечно, наши оппоненты готовятся. Сколько уже там, я не знаю, 6, 7, 8, 9 попыток было свержения власти по разным оценкам в нашей стране. Во-первых, это большой бизнес. Доллары печатаются. Эти деньги нужно дать людям, которые здесь им помогают совершить то, что они планировали. Половину денег улетучивается по дороге между Вашингтоном и Вильнюсом и Варшавой. Всем хорошо, все живут, работой своей занимаются. Институты нас создавали по борьбе с Белоруссией. И мне кажется, что это будет длиться всегда, пока они, а я надеюсь, этого не будет, не оторвут нас от Российской Федерации и не возьмут под внешнее управление. Они собираются регулярно, вот эти уехавшие из Беларуси вместе с представителями медиаподобных структур и обсуждают планы на 2025 год и уже и на 2030. Делают это кураторы, в том числе и Соединенные Штаты Америки. Вот эти такие тайные закрытые встречи. Правда, они такие закрытые тайные, что я даже знаю, о чем они там говорят. Ставка все та же на молодежь, на подрастающее поколение, на то, чтобы вбить клин между разными слоями общества, между разными социальными группами и между конкретными людьми, особенно теми, кто находится на виду, в том числе и власти. Тактика десятилетиями там не меняется. Все то же самое будет на разобщении. Все будет то же самое, да, просто новые исполнители для этого всего подбираются, но не оставляют в покое, используют, как всегда, самые грязные методы. Ложь, фейки дожились до того, что у нас, наверное, на каждом канале появилась уже программа антифейк. Пришлось такое делать, потому что это имело все промышленные масштабы. С этим нужно было что-то делать. Информационные технологии развиваются, методы у них становятся все изощренные, дипфейки появились, начиная от видео, заканчивая звуком, документами и так далее, кибератаки. Этим занимаются серьезные структуры. У нас же тоже информационные технологии не лыком шиты. Ну вот недавно, 7 числа ВГТРК, да, пережили 7. Конечно, но вы думаете, что на ВГТРК слабая система защиты? Просто когда против тебя работают в случае с Россией 52 государства, всегда можно найти структуры, как правило, это спецслужбы, которые могут сделать такую работу. То есть это звенья одной цепи? Это самая настоящая агрессия, и это, конечно, мы к этому привыкли, к сожалению. Но когда-то это было невозможно представить, что на протяжении такого большого количества лет группа государств будет просто терроризировать другие суверенные страны под видом защиты демократии. При этом на этих же людях клейма негде ставить. Может быть, мы потом об этом поговорим в плане демократии, свободы слова, выборов и так далее. Просто агрессия. Я все время высказываю опасения в своей программе и боюсь того, что часто это является предвестником настоящей военной информационной атаки. Но дай бог, чтобы этого не было. А вы сегодня упоминали уже Владимира Борисовича, мы тоже позволим себе его цитату из как раз вашей программы. Заместитель главы администрации президента говорил в выпуске клуба «Редактор», что мы до сегодняшнего дня били по хвостам наших противников до 2020 года. Ну, давайте послушаем. Не играть в долгу. Мы же в основном, во многом, раньше, по крайней мере, до 2020, били по хвостам. На уже такой острой фазе, понимая угрозы, принимая какие-то непопулярные меры, которые, естественно, прописаны в их методичках, как какие-то воровские проявления государства по исполнению своих государственных функций, в том числе и правоохранителей. Но сегодня мы лучше информированы, да? Смотрите, мы были информированы. У нас была такая редакционная политика. Я об этом не раз говорил у государственных СМИ. Но когда вот эти медиаподобные структуры работы в Беларуси просто поливали грязью и распространяли откровенные фейки, но иногда уже не мог не реагировать, я даже заговорил своим сотрудникам, позвоните вы на это Еврорадио, прямой эфир там идет, скажите, что они просто ужас несут, что это вообще не соответствует действительности. Если их так интересует, пусть обратятся к нам при службе, мы им расскажем о том, как на самом деле обстоят дела по тому или иному вопросу. Они там обсуждали нас. И мы на это не реагировали. Ну мы говорили, ну что мы будем пускаться до этого уровня, цепляться за их материалы, разоблачать их. Вообще трудно было представить, чтобы мы посвятили время разоблачению этих фейков. А надо было это делать. Мы их просто не трогали, хотя все видели. Мы видели оскорбления в отношении конкретных лиц, журналистов. И если честно, поднимали даже потом вопрос, что может быть пора уже в суд подавать. Ну пора. Они же ратуют за цивилизованные формы устройства государства в цивилизованных странах. За такое подают в суд и выигрывают. Там по десяткам дел мы бы вот так вот в течение нескольких судебных заседаний доказали бы, что они говорят неправду. Но не делали этого. Но я рассказываю, что когда вот начался вот этот 20-й год, после 9 августа, не помню какой день, я просто сказал, ничего не нужно было делать. Здесь же работают живые люди, они все это видят. Они ездят на съемки, они бывают на мероприятиях с участием главы государства, других вышел должностных лиц, и они понимают, что там неправда. Им просто сказал, у нас была редакционная политика, отныне ее нет. Теперь мы будем судиться. Что? Вы все видите? Видим. Эфир. Видите? Видим. Идите и говорите. Откуда появились в таком количестве блогеры, авторская журналистика? Людям нужно было просто дать сказать, что все, формат нашего телевидения меняется. Вы – телеграм-канал. Все, что происходит в нашей стране и вокруг нее, может оказаться в эфире. И я даже слова не скажу по этому поводу. Даже самая мелочь. Если вы считаете, что это обсуждается в обществе, нам нужно по этому поводу выступить. В результате план программы «Панорама» вместо 15 пунктов в те дни превратился в 50. Потому что люди видели, что происходит, что обсуждается в интернете. Они все это тянули и начали развенчивать эти мифы. Это сработало. И сегодня мы более агрессивны или какие мы, Иван Михайлович? Сегодня мы ничего не ждем. Во-первых, средства государства на средства массовой информации стали очень оперативно реагировать на то, да и само государство, что начинает обсуждаться в обществе. Это очень важно. Никогда не было таких установок, что давайте мы про это вообще никогда в жизни не будем говорить. Хотя есть вопросы же тонкие. Мы же все-таки... Вопрос связан, например, с безопасностью страны, с паникой населения. Да, здесь нужно средства массовой информации быть очень аккуратными. Но сейчас, как только что-то появляется, и мы видим, что это вызывает интерес хоть у кого-то в стране, мы стараемся с этим сразу разобраться. А мы пока прервемся ненадолго. Напоминаю, у нас есть телеграм-канал. Скажи, не молчи, подписывайтесь, задавайте вопросы и предлагайте гостей. Мы на связи. В эфире снова программа «Скажи, не молчи». И сегодня у нас в гостях председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмант. Телеканалы Белтелерадиокомпании активно блокируют в других государствах, запрещают кретрансляции. На ваш взгляд, о чем это свидетельствует? О демократии в западных странах, о свободе слова и мнении о плюрализме. Но в Литве, запрещая Калыханку, Сейм по культуре комментировал свое решение желанием противостоять мягкой силе, которая проникает в Вильнюс под прикрытием культуры. Лисенку и топи. Вас эту новость позабавила или расстроила? Слушайте, а чего удивляться? Ландсбергис. Дед его работал Гитлера и приветствовал приход войск вермахта для борьбы с коммунистами-евреями. И отец его развалил Советский Союз, был отправлен сюда, стал президентом Литвы первым. Он сейчас весь в своих родственников. Был такой минский мясник, имполявичус, не знаете такого человека? Слышали, да. Который вешал здесь наших молодых партизанок. Тем, кто им помогал. Так вот помощник, да он убил не огромное количество людей. Знаменитые фотографии казней. Минске. Это он делал, петлю на шею надевал. Так вот его адъютантом был Брзаускас, который был тоже в обозе, убежал вместе с гитлеровцами в Северную Америку. Был завербован, подготовлен для того, чтобы вернуться в Литву. И приехал и стал президентом Литвы. А помощником у него, тогда президента Литвы, был Науседа, нынешний президент Литвы. И эта история длится от гитлеровской Германии. Чему мы удивляемся, что касается литовского государства? Вот я вам назвал факты, и больше ничего объяснять не нужно. Я всегда говорил, что они будут нас поучать в свободе слова, демократии до тех пор, пока они живут в зоне комфорта. Пока они гегемоны, пока мир однополярный. Как только ситуация начнет меняться, самый отъявленный тоталитаризм покажется нам всем цветочками. Что сейчас происходит во плоти демократии Соединенных Штатов. Кто бы мог подумать, что там начнется всерьез обсуждаться вопрос об отмене первой поправки, свободе слова. Заявил Кэрри и заявила Клинтон. Не просто так они об этом заявили. Это был пробный камушек. Посмотреть, как отреагирует американское общество. Но я вас уверяю, никто у него спрашивать американского общества не будет. CBS, CNBC и другие телекомпании вместе с Washington Post и New York Times расскажут, что это правильно и демократично. Все это делается в защиту демократии против тоталитарных режимов. И на этом вопрос будет закрыт. Посмотрите, что они делают с теми журналистами, общественными деятелями, которые работают с Россией и Беларусью. Что с Коттом Риттером они сделали. Дмитрий Саймс. Дмитрий Саймс. Вообще человек. Слышите, человек, диссидент. Работал на пронацистском. Радио Свобода. Радио Свобода, которое приняло нацистов. В том числе, которое в Беларуси убивали людей. Сейчас мы недавно делали репортаж. Екатерина Тихомира на эту тему. В том числе, интервью этих людей. Убивали здесь. Вешали людей. Казнили евреев, белорусов. Уехали туда и начали работать на Радио Свобода. И он там работал. Диссидент. Поливал Советский Союз, небось. Но когда изменил свою точку зрения, сразу стал токсичным человеком в США. И локомотивом вот этого удушения свободы слова там является, сейчас являются Соединенные Штаты Америки. А Литва по инерции. Ну, понятно. И они все так будут делать. А в Польше не так было. Пришел ТУЗ. Польше было. Отправили всем сообщения сотрудникам польской белой телерадиокомпании ТВП. Ну, всем, я имею в виду, кто его не устраивал, что с завтрашнего дня они все уволены. Баррикадировалось там, бастовали. Ну что, набастовались, набаррикадировались день и час. Сейчас повыгоняли всех, вещи выбросили. Идите куда хотите. Европейский вещательный союз, который нам здесь претензии предъявлял и приостановил наше членство, молчал. А мы же их троллим все время, им письма шлем. Прокомментируйте, пожалуйста, как вы к этому относитесь. Молчать все. И таких случаев идите в Риги, скажите. Посмотрите, что творится с блогерами, которые из Прибалтики сюда приезжают и возвращаются обратно в страны Балтии. Они же в спецслужбах почти все оказываются. Недавно же латышская семья приезжала сюда. Замечательные репортажи. Муж и жена делали о Минске. Он работал, по-моему, в полиции, то ли где-то 19 лет. Приехал, уволен был. Поэтому вопрос серьезный. Свобода слова, вернее, не свобода, это инструмент. Там не то чтобы агония, но там серьезное опасение в Соединенных Штатах Америки. Однополярный мир рушится. Вот эта история с Бриксом и так далее. Вот этот глобальный юг, глобальное большинство. Украина это инструмент, это тоже для них ерунда. Это один из методов побороть Российскую Федерацию. Как только доллар перестанет быть главной и единственной платежной международной валютой основной в мире, крах наступит Соединенным Штатам Америки. Вот это страшный сон. И за это они будут убивать и делать все, что нужно. Что мы наблюдаем сейчас. Хотела комментарий просто прочитать. Лава литовского сейма по культуре, который запрещал к ретрансляции нашей канала. Он сказал, что телеканалы бьют радиокомпании, и российские телеканалы это смертельное оружие. Но мне кажется, вам должно это льстить, Иван Михайлович. Да мне все равно вообще, что он сказал или она. Мы просто долгое время говорили о том, что они действуют долго, и у них мягкая сила. А теперь все зеркально перевернулось. Теперь они нас воспринимают. Они же отгораживаются забором. Да, в эту игру можно играть вдвоем. Вдвоем, да. Слышите, но я же не хотел бы в какую-то ханжу превратиться. Там много высокоразвитых стран, государств. Во многих странах высокий уровень жизни. Есть элементы, в том числе и демократии, свобода слова. Но я вас уверяю, все до тех пор, пока ненавистнет угроза смена режимов в этих странах. На этом вся демократия закончится. Но люди, к счастью, там местное население это видит. И в Литве видит, и в Латвии, и в Эстонии. Я надеюсь, что они нас хоть как-то посмотрят. Я передаю им привет и скажу, что все еще наладится. За свободу и независимость надо бороться, надо перетерпеть. Она должна наступить в странах Балтии, чтобы не зависеть от дядьки, который сидит в Вашингтоне. Нам просто смешно на них смотреть сейчас. Пойди, Александр Григорьевич Лукашенко, укажи, кого назначать в правительство. Как это делали Соединенные Штаты Америки в Украине. Продолжают делать. И продолжают делать. Поэтому они отгораживаются. Они тоталитарной сектой становятся. А люди реагируют. Выборы в Италии. Выборы сейчас в Австрии. Да и в Польше прокинули власть. Но выбрали из двух зол меньшее Туска. Посмотрите на Словакию. Посмотрите на Сербию. Посмотрите на выборы в Германии. Что с Шольцем творят. Посмотрите на выборы во Франции. Они кричат, что это фашисты пришли к власти. Ну что, излюбленный метод расчеловечить. Но люди проголосовали против их политика. А их политика направлена против нас. На этом вся политика их строится. На этом. Не на социальных каких-то вещах. Я подписан на тематические каналы. Немецкие, французские. Которые на русском языке ведутся. Там же все на русофобии строится. И народу это надоело. Надежда на то, что эта тенденция будет развиваться. И ситуация начнет меняться. Когда вот этих людей, вот эту плеяду политиков, окончательно выбросят из политики. Придут новые люди. Они будут ничем не обременены. Никаких войн с Путиным Лукашенко они не вели. Даже медийных. И, в общем-то, с чистой совестью, не теряя репутации, могут принять решение. Которое позволит это хоть как-то прекратить. Но до тех пор будет сложно этого дождаться. Вы думаете, не зизы захотят? Ну, вы посмотрите на результаты выборов. В Австрии победила партия, которая считает, что с Россией нужно поддерживать нормальные отношения. Что Россия не враг. Украину нужно прекратить поставлять оружие и так далее. Но последние выборы в ряде стран показывают именно эту тенденцию. Другое дело, что в некоторых странах, несмотря на то, что они выиграли парламентские выборы и формировалось новое правительство, им не дали сформировать нового правительства. Президенты этих стран не дали им сформировать свое правительство. Блокируют как только могут. Но процесс, как говорил Михаил Сергеевич, пошел. Пошел, да. И наши открытые границы, и возможность своими глазами тут все увидеть. Это две тенденции последнего времени. Первое, это наши уехали. А вы же знаете, что многие уехали. Даже мы сталкивались. Дайте мне справку, что я уволен. Что я не знаю, зачем эта справка. Вы или сотрудники, которые просили их уволить. Я говорю, мы не собираемся вас увольнять. Ну, мы же вышли. Иди работай, мы не собираемся. Дайте мне, что вы увольте меня. Для чего это нужно? Для того, чтобы попытать счастье и поехать пожить в Литве. Ну, в худшем варианте. В Германии, в Италии или в Польше. Огромное количество людей воспользовались этой возможностью. И поехали туда под видом политически преследуемых. Сейчас сколько таких случаев выявляется. Но некоторые уехали, потому что они понимали, что они кое-что здесь натворили. И что идет вразрез с уголовным кодексом Республики Беларусь. Так вот, мы получили огромное количество народных журналистов. Вы видите, что они рассказывают о буднях? А вторая тенденция – это безвизовый режим, который мы открыли. И о них лынули сюда. Туристы тоже начали очень много снимать. И увидели. Читаю разные издания и смотрю телевидение. Например, польское, я знаю польский язык. Не объяснить, что они о нас говорят. Они правда все думают, что здесь люди умирают с голоду. Ходят полицейские с дубинками и всех разгоняют с улицы на рабочие места. Представьте, какой культурный шок у людей. Это работает. Вот два этих обстоятельства работают. Конечно, очень сильно подпортили планы тем пропагандистам на Западе, которые очень много усилий прикладывают, чтобы нас расчеловечить. Хилари Клинтон же не только поправку предложила отменить, но и еще призвала к ужесточению регулирования соцсетей. Что вы думаете о свободе слова вообще? Хорошо, что она не предложила убить Маска. Эта женщина способна на это. Вы вспомните, когда и была история с Каддафи. Да, конечно. Она так радовалась. Ее смех убили человека. Ее смех. Причем Каддафи – это был их человек. Он получал гарантии от Запада, имел с ними делами. Он финансировал президента Сарказиева, предвыборную кампанию. Он был вхож. Просто в один момент существуют разные версии, для чего. Но вообще им нужны были эти регионы. Им нужна была Африка, Ближний Восток подконтрольный. Они просто приняли решение. А может, были внутренние проблемы. Их много. Им же всегда нужна победоносная война какая-нибудь. Они решили его убить. Там была версия, что он хотел ввести золотой динар. Ну, то есть и с валютой тоже. Ну, и с водой там были истории, что он… Да, в том числе. И все. Нет человека, нет проблем. Это же покушение на доллар. То, о чем Иван Михайлович говорит. Они не то хотели сделать. Вы смотрели интервью господина Зинковича, гражданина США? Да, смотрели. Что они планировали сделать? Расстрелять. Интервьюнироваться они вот так вот… Демократичненько. Очень демократично. За что? Что касается насморства. За то, что хорошо работает. Удивительная, конечно, формулировка. Поэтому ничего не меняется. Недавно была публикована графика, я в клубе рассказывал, по поводу того, кто развязывал войны за всю историю. Так что Россия все участвовала в 22 войнах. Начиная от страны Запада, начиная от Франции, Великобритании, США. В сотнях войн, которые они развязали. Поэтому не им нас… Если сравнить многовековую историю России и несколько сотен историй США, то… А как они стали из США, вы же помните? Конечно. Они с индейцами сделали. Тоже на крови, да. Мы подвергаемся и в YouTube, в том числе атакам. Белтель радиокомпании блокируют, страйки нам выписывают периодически, пессимизируют наш контент. Но мы же, мне кажется, настроены на то, чтобы распространять свою информацию во мне. Как вот эти препятствия преодолевать? Делаем контент, да и все. Но как мы можем преодолеть, если мы работаем на их площадках? Я просто сейчас подумал, интересно, сколько у нас просмотров было бы, если бы нас не блокировали, учитывая, что сейчас мы имеем сотни миллионов просмотров, я не шучу, самых разных наших проектов, проектов на самых разных площадках. Это все равно работает. Сколько бы они ни запрещали, народ же там об этом знает, тем больше интерес к тому, что мы делаем. У нас большое количество зрителей было из стран Балтики. Из Балтии. И вот они сейчас закрыли. Там люди об этом знают. Вы что думаете, они не будут искать способы, чтобы посмотреть, у них будет еще больше интерес, что же происходит там. Сейчас недавно из App Store убрали Рутуб приложение. Каким-то образом техническая ошибка была, он остался только в США. Взрыв интереса в Соединенных Штатах Америки. Слушайте, Советский Союз когда-то наступил на эти грабли. И как у нас слушали, прости господи, голос Америки, хотя никто не знал, что это был ЦРУшный проект, так и радио свободы. Но это было интересно, любопытно. То же самое сейчас происходит. Опять зеркальная ситуация. То есть они запрещают. Вы согласны, что войны и выборы сегодня выигрываются в интернете? Нет, войны выигрываются на поле боя. Я в этом уверен. То, что происходит в интернете, я уже об этом говорил, это, как правило, подготовка к войне. Это первый вариант. Во-вторых, попытка может быть в каком-то смысле избежать войны. Повоевать в интернете, попробовать сделать так, чтобы на территории твоего врага что-то произошло такое, чтобы тебе и воевать не нужно было. Вот на примере Беларуси. Свержение власти и нападать зачем. И войну развязывать не нужно. Погибать никто не хочет. Сами себя разрушили. Да, сами себя разрушат. А практика показывает то, что происходит между Российской Федерацией и НАТО. Конечно, все на поле боя. Как там закончится, так и дальше будет развиваться мир. Это война не за Украину, не за территорию Украины. Слышите, отмотайте, возьмите официальные источники в Телеграм или где Российской Федерации на день начала СВО и потом полистайте первые недели. Каждый день заявления. Давайте. Садиться. Примем решение. Нам не нужны территории. Мы оставим все как есть. Примите такие-то решения. Прекратите обстреливать. Не размещайте войска НАТО и так далее. И мы не будем дальше идти. И до этого дошли же. Если бы не Борис Джонсон, который на самом деле был естественно посланцем Соединенных Штатов Америки. И готовое мирное соглашение разорвали. Готовое. Я не знаю, простит ли украинский народ Зеленскому. Но все-таки цифровая эпоха требует от нас перезагрузки контента. То, чем мы, собственно говоря, и заняты. То, о чем вы рассказываете. Это все новые какие-то формы. Но выступая на форуме блогеров недавно, Блокбай, вы сказали, что ждете в эфире Белтеля радиокомпании и эту группу людей. А мы любых людей ждем. И у нас вообще перманентно кастинг компании объявлен на роль ведущих или репортеров. И не было такого, чтобы мне, например, куда-нибудь в социальную сеть написал какой-нибудь молодой человек или девушка и не сказал, что я хочу работать ведущим. И я чувствую, что я могу. И не оказался в студии на пробах. Именно так и ищутся часто люди. Причем для этого не обязательно нужно иметь журналистского образования. Это тема для обсуждения. Потому что все-таки это немного разные вещи. Несмотря на то, что блогерство это повторение всех методов работы телевидения. Там же ничего особо нового не придумали. Интервью же не блогеры придумали, правильно? Или тревел-путешествия. У нас такие передачи на БТ даже были еще лет 30 назад. Так вот у меня вопрос. Мы не переоцениваем вообще наши ожидания? Я не переоцениваю. Я примерно для себя знаю этому цену. Во-первых. Во-вторых, одно дело, когда ты снимаешь там 15-минутный или 5-минутный, или 3-минутный ролик, потом спокойно с 20 дублей приехал домой, отмонтировал и сделал из него какую-то конфетку, получил несколько десятков тысяч просмотров. Другое дело прийти на телевидение и сделать большой проект. Никогда блогерство не сравнится с тем, что происходит в этом здании. Это просто невозможно. Невозможно. Мы все это делаем. Просто их очень много. Они нацелены на интернет-аудиторию, в первую очередь на молодежь. На быстрые заработки. Да. Ну, в том числе, им же нужно свои семьи кормить. И обновлять аппаратуру. Да. А еще большой вопрос. Будет ли блогер популярным, как ведущий на телевидении? И большой вопрос, будет ли каждый ведущий телевидения популярным блогером? Это немного разные вещи, в том числе и по складу характера и так далее. Рассмотреть вопрос можно. Ну, во-первых, блогеры-блогеры их же читают, смотрят. Ну, нас удивить тоже слышится, но некоторые наши проекты одновременно смотрят по миллиону-полтора человек. Одновременно, там, в течение, например, часа. Ну, редкий блогер соберет такую аудиторию. Здесь нельзя недооценивать телевидение. Прервемся ненадолго. После небольшой паузы снова вернемся в эту студию. Пока подписывайтесь на наш телеграм-канал. Скажи, не молчи. Все наши выпуски ищите на YouTube-канале «Беларусь-1» и на сайте news.by. В эфире снова «Скажи, не молчи» и наш гость сегодня председатель Белтеля радио компании Иван Эйсман. Иван Михайлович, мы еще хотим узнать у вас про еще один вид вашей деятельности. Вы стали депутатом Мингорсовета. После этого поменялась ли ваша оптика руководителем медиахолдинга? Я являюсь заместителем руководителя городского совета депутатов. И, конечно, работа добавилась. Во-первых, стало больше общения с гражданами. Это и приемы граждан по личным вопросам, и выступления перед людьми, и решение этих проблем. Во-вторых, работа на сессиях Мингорсовета, решение минских вопросов – это очень интересно для меня, как для руководителя. Это такая хозяйственная часть и стратегическая часть, почему в Минске делается это, а не это, как на это выделяются средства, как они распределяются, как принимаются решения. В это мне достаточно интересно окунуться. Нагрузки стало больше, но ничего, пока справляемся. Медиа-измеритель, который вы уже упоминали, указывает нам на то, что развлекательный контент Белтеля радиокомпании все-таки держит свое лидерство, фактор, который все любят, обожают. Не только он, но и просмотры на интернет-платформах. Да, да, да. И во многих разных странах полюбили проект, что тоже отрадно. Ну и вот в этом сезоне тоже, можно сказать, мы только начинаем проект «Добрый вечер», тоже развлекательное шоу. Когда вы смотрите на то, что получается у нас делать такие проекты, и картинку, и контент, что вы думаете? Я рад, что мы правильно приняли решение и нащупали те проекты, которые будут интересны зрителям, потому что мы же можем сделать очень больших масштабов проекта. Мы же дважды Евровиден делали. Вообще считался эталоном развлекательного контента на телевизионном территории Европы. Мы детское сделали на уровне взрослого. Евровидение, как нас европейцы не отговаривали, они не могли поверить, что до этого было в прямом смысле слова в спортзалах такие шоу, а сейчас мы соберем два раза арену. Но важно не промахнуться с форматом. Важно смотреть, что идет на других каналах. Важно смотреть, что в YouTube идет. Важно, в какой там слот мы это поставим. Важно, кто будет ведущим этих проектов, кто будет участником этих проектов. Много таких составляющих. Сделать на качественном уровне не проблема. А вот попасть, и это очень важно. Мы сделали фактор, пошел 60+, пошел, добрый вечер. Тоже хорошо. Не фактор по долям, но выше доли канала собирает регулярно. Он только разгоняется. Этот проект, и в этом направлении мы понимали, что нужно двигаться. Вот за это я рад, что мы попали. А второе, я рад за своих коллег, которые это все делают. Причем это делают не только сотрудники нашей компании. Мы приглашаем и сторонних людей. Что касается хореографии, постановочных каких-то вещей, что касается решений световых и так далее. Это хорошо. О чем я много лет назад говорил, что если будем мы развиваться, то мы локомотивом за собой подтянем, будем тянуть всю отрасль. И другие компании тоже следуют этому тренду. И огромное количество людей получило дополнительную работу, получило возможность реализоваться. Для артистов это наше удушевление. Да, для артистов жизнь начала бурлить. Это тоже важно. Кроме телевизионного контента, кроме того, что мы артистов молодых получаем. И наши артисты площадку получили. Мне кажется, мы уже неплохо вас знаем, поскольку вы не первый раз в нашей студии. Для вас даже вопросы о первом информационном, это уже прошлое, как мне кажется. Это история. Потому что вы любите жить уже наперед. Поэтому, наверное, спрошу, чем сейчас будете заниматься, Иван Михайлович? Что запускаем в космос в следующем сезоне? Мы уже до первого информационного думали, еще до запуска о том, что будем дальше. Понимаете, конечно, это ничего не случайно, то, что в последнее время появляется, потому что это нельзя сегодня придумать, а завтра сделать. Вы можете себе представить, когда, если честно, план развития компании у меня был написан, еще когда я работал заместителем председателя «Белый телерадиоком». В прямом смысле этого слова «план» концепции. Я сам его для себя набросал, поговорив с людьми. И мы сейчас реализовываем то, что было тогда написано. К сожалению, случился ковид тогда. Вы помните, в результате которого закрылось все от рекламного рынка. Вообще жизнь замерла, людей никуда не позовешь. Ну какое шоу, если мы... Ну да. Да. Как бы нас не упрекали, что мы тут не принимали никаких решений, наша страна принимала решения. А вот фактор припал-то на ковид. Первые оборы. Да, фактор и так далее. Но были же и другие планы, которые потом... Это 2020 год, который мы там пока разобрались, хотя он пошел на пользу всему телевидению, потому что к нам пришли новые свежие лица. Люди, по которым рука не поднималась принять какие-то решения, давно пора было, сами сделали свой выбор. Они просто до сих пор не могут определиться. Когда у них спрашивают, расскажите про диктатуру, да, нас выгнали. А потом в следующий тур, расскажите-ка, герои. Да, мы сами ушли. Никак не могут разобраться, что было на самом деле. Но вы знаете, что было на самом деле. Поэтому, конечно, есть планы. План большие. И я думаю, что новости появятся, надеюсь, очень в ближайшее время. Это будет совершенно новая история белорусского телевидения. Мы сейчас над этим думаем. И, конечно, мы думаем о кино. Этим нужно заниматься. О сериалах, о полнометражных фильмах. Вопрос глубочайшим образом проработан нами за последние несколько лет до всех нюансов, в том числе и до законодательной базы. Я напомню, указ 131-й президента позволяет нам финансировать грантовой системой съемку этих фильмов. Осталось принять политическое решение, что вот мы с этим разобрались. Оно стало на рельсе, оно работает. Дальше оно будет развиваться. Новую страницу нужно начинать. Вопрос уже к тому, чтобы подойти к реализации больших проектов. Не только телевизионных, но и каких-то консептуальных. Не буду я раскрывать пока секреты. Мне очень интересно. Конечно, когда ты заканчиваешь одну страницу какую-то, каналы, шоу мы запустили и так далее. Мы сейчас занимаемся очень серьезно радио, реформированием нашего радио. Идет сейчас глубокий анализ. Генеральный продюсерский центр белорусского радио этим занимается. У нас 5 радиостанций. Подключены серьезные специалисты, которые десятилетия этим занимаются для того, чтобы наше радио посмотрели со стороны и сделать большой шаг вперед. Я надеюсь, что здесь мы продвинемся. Планов много. За последнее время не только развлекательный, общественно-политический контент. Я рад, что агентство Тель-Новостей это сделало и что оно получило свою кнопку. Первое информационное агентство Тель-Новостей больше нет. Мы сайт создали, Ньюсбай, общественно-политический, который сейчас работает. Очень молодая команда работает. Буквально несколько лет назад мы собрали эту команду. Мы создали Спорт 5бай, спортивный сайт. Я хочу сказать, что он собирает больше миллиона, вы знаете, еженедельно читателей. Это интересная история. На телеке у него маленькие, а в интернете миллионы. Зритель, что касается спортивного контента, любит большие мероприятия, большие события. По известным причинам у нас сейчас их нет. Я имею в виду санкции. Но приняты определенные решения. Вы знаете, что мы можем при определенном механизме, что мы делали, показывать события. Ввиду того, что не ввели незаконное в отношение санкции. Кем бы вы хотели остаться в истории белой телерадиокомпании? Куда вы меня отправляете? Реформатором, бизионером, достигатором. Не думал пока об этом. Чем хороша вот такая должность, как у меня? Она прекрасна в первую очередь тем, что у каждого человека, у каждого журналиста в моем случае, потом у руководителя среднего звена есть свое видение телевидения, есть свое представление, как это можно сделать, есть свои какие-то мечты, и вдруг тебе предоставляется возможность их реализовать. Вот это самый большой кайф, извините за сленг, который можно получить от этого. И это касается всей команды, которая работает с нами, и генеральный продюсерский центр, который делает развлекательное шоу, и сейчас первоинформационный, и радио, и все этим увлечены. Это же удивительно, когда тебе предоставляется возможность это все реализовать. Поэтому я об этом не думаю. Может быть, да, действительно, такие оценки лучше со стороны давать. Мы видим, Иван Михайлович, и многие это подтверждают долгожители, те, кто работает давно, что никогда такого не было. Здесь имеется в виду и административные вопросы, которые решены сегодня на каком-то принципиальном уровне Белтель радиокомпании по контенту. Мы уже сегодня обсудили нагло выше того, что было, по крайней мере. Команда хорошая. Я же это, не я делаю. Я делаю свою программу, да, я стою во главе этого процесса. Делают люди очень талантливые, интересные, и способны сделать гораздо больше, чем сейчас. Ну, значит, вы правы, те ветры, которые подули на нас в 2020-м, они оказались благотворными, и все будет меняться Если бы этого не было, это нужно было придумать, подтверждаю. Процитировали снова президента. Спасибо еще раз большое за это интервью. Татьяна Щербина, Виктория Попова, с вами на сегодня прощаемся. До свидания. До свидания. А сейчас говорит Иван Эйсмант. Я бы посоветовал всем нам в ближайшее время, конечно, в ближайшие годы быть очень внимательным к тому, что происходит в медиасреде, потому что ту Беларусь, которую мы имеем сейчас, нужно сохранить. Иван Михайлович, вы в прошлом году оставили автограф на нашей замечательной картине, и у вас рука оказалась легкой, и у нас все хорошо прошло. Пожалуйста, повторите этот трюк для нас и для наших зрителей. Ну, давай. Редактор субтитров А.Семкин